Сегодня в Пермской художественной галерее открывается Корпус гуманизма. Персональная выставка московского скульптора Алексея Благовесного. В пяти залах галереи на первом этаже покажут более 50 его работ. Здесь представлено на выставке несколько тем. Одни из них это реалистические произведения, которые отражают образы известных личностей в кинематографе. Это Тарковский, Вячеслав Тихонов, Абдулов, Генковский в ролях, ну в нескольких ролях. А это в данном случае работа представляет серию эпохи Возрождения. Это Франжелик, художник. Алексей Благовеснов говорит большая честь показать ретроспективу работ в залах Пермской галереи, где хранится знаменитая деревянная скульптура. Это его первая крупная персональная выставка за 11 лет. Большие работы выполнены из гипса. Одна 300-килограммовая китайская яблоня из дерева и множество небольших работ из бронзы, вписанных в неожиданные предметы. Самые крупные работы Алексея скульптуры не перевести. И многие из них это памятники, говорит куратор проекта. Один из немногих художников, который, в отличие от многих современных художников, не думает о том, как бы публику развлечь, как бы как-нибудь так пошутить, чтобы всем было смешно. Он использует очень разные материалы современные, очень смело внедряет в эту классическую гипсовую технику какие-то неожиданные предметы. Но все это не вызывает эстетического отторжения. Алексей Благовеснов увлечен серьезными темами. Вдохновение, взаимоотношение между Богом и художником, соотношение живописи со скульптурой. Это спас Андрея Рублева, выведенное в объем, и знаменитое поклонение Вахвов. Многие из скульптур навеяны художниками эпохи Возрождения. В дни работы выставки она будет открыта по 20 октября. Но скульптуры будут экспонировать фильмы с музыкой, написанной самим скульптором. В этом сезоне зрители Галилеи ждет много открытий. Уже монтируется новая выставка. 17 сентября откроется очередной большой проект из программы, посвященной 400-летию Дома Романовых. Следующей будет выставка фотографий Сергея Касьянова, тоже проект, который мы давно уже собираемся сделать. Будет выставка, которую мы назвали «Некст», собственно, поколение «Некст», поколение молодых дизайнеров. Еще одна выставка этого сезона – коллекция народной вышивки из фондов галереи. Здесь, обещают, будет очень интересно. И останутся все традиционные бесплатные дни, как в прошлом сезоне.